Я вот думал, какие у меня ощущения, и они у меня следующие. Пока действия Европейского Союза, Европейской комиссии вместе с правительством Кипра по урегулированию долговой проблемы, к сожалению, мне напоминают действия слона в посудной лавке. То ли по кризисам соскучились, забыли то, что происходило несколько лет назад. Мне кажется, все возможные ошибки, которые можно было совершить в этой ситуации, уже совершены, включая подрыв в целом доверия к финансовым институтам, и не только к киприотским институтам, не только находящимся на Кипре. Именно с этим связана наша жесткая оценка. Мы же сами, естественно, за то, чтобы наводить порядок в финансовой сфере, для того, чтобы проводились мероприятия по оздоровлению банкам, естественно, чтобы была более прозрачная информация о владельцах счетов, о бенефициарах. Все это нормально абсолютно. Но это не должно приводить к обрушению банковской системы. Она, к сожалению, сейчас, банковская система на Кипре, она находится в очень сложном положении. Она, по сути, остановлена, не говоря уже о том, что финансовая ситуация у этого члена Евросоюза преддефолтная. Поэтому, как нам представляются, подобные переговоры и решения все-таки нужно было бы обсуждать с разными заинтересованными сторонами, а не скрываться за формулировкой, что Кипру негоже обсуждать это с кем-либо другим. Ну, тогда пусть все решения и принимаются только в рамках Евросоюза. Но я уверен, что это хорошо. Отразится ли это как-то на наших будущих отношениях? Но мы должны дождаться окончательных решений. Вне всякого сомнения, эта ситуация сейчас волнует всех в Евросоюзе. И, может быть, спусковым крючком для начала новой серии локальных финансовых кредитов. Теперь по поводу того, что в целом происходит. Ну, я уже давал свою оценку, вы ее воспроизвели. Мера, которая предложена, носит явно экспроприаторский конфискационный характер. Абсолютно беспрецедентно по своей природе я вообще не могу ее ни с чем сравнить, кроме отдельных решений, которые предпринимались в определенный период с советскими властями, которые не особенно церемонились с накоплениями населения. Но мы вообще-то живем в 21 веке в условиях глобальной рыночной экономики. И все настаиваем на том, что должны соблюдаться права собственности и основные положения, касающиеся банковского регулирования. Причем удивительно то, что наряду с идеей произвести это изъятие, по сути, была заблокирована деятельность всех банков на Кипре, включая самые крупные банки и банки с российским участием, которые абсолютно нормальные и здоровые, у которых никаких нет проблем с балансом, никаких нет проблем с налогами. Тем не менее, они не только не могут ничего делать, по сути, остановлена операционная деятельность. Остановлена текущая деятельность по операциям. Подчеркиваю, не изъятие с депозитов какого-то процента, а текущая операционная деятельность. Там совершается огромное количество операций, сделок. Значит, все эти сделки абсолютно находятся под контролем банковских властей. И если эти операции не будут разморожены, то это грозит очень большими убытками. Но не говоря уже о том, что можно будет смело похоронить всю киприотскую систему банков. Ее просто не будет. О чем, кстати, некоторые наши коллеги по Евросоюзу прямо говорят. Видимо, цель такая, чтобы ее разрушить. Это пойдет на пользу экономики Евросоюза и будет способствовать урегулированию этого кризиса. Есть и другие последствия. Если такого рода проблемы возникнут, огромное количество клиентов, представляющих и государственные структуры, и, наверное, какие-то частные структуры, будет обращаться с исками. И эти иски пойдут, я уверен, в отношении самой Республики Кипр и в отношении других лиц, которые причастны к началу этого довольно сложного периода. У нас есть свои, естественно, здесь и резонные, и, конечно, свои интересы государственные, потому что у нас и банки там держат свои активы, и большое количество российских бизнесменов. И вовсе не все они, так сказать, пытаются скрыться за какой-то ширмой специальной юрисдиции Кипра. Нет, это просто удобная форма работы. Вы все знаете, как значительная часть фирм работает через SPV, и это обычная международная практика. У нас есть договор об избежании двойного налогообложения с Кипром. Но я не знаю, нужен ли нам такой договор в этом случае. Может встать вопрос о расторжении этого договора, о его денонсации. Последствий может быть очень и очень много. Поэтому, еще раз говорю, нужно действовать максимально внимательно. На территории России находится делегация из некоторого количества министров Республики Кипра, министра финансов, некоторых других должных лиц. По моему поручению, с ними встретился первый вице-премьер Шувалов. В настоящий момент они продолжают обсуждение этой темы. Но я надеюсь, что в конечном счете будет принято максимально выверенное решение, которое и Кипру поможет, и не расстроит наших отношений с Евросоюзом. Я напомню, что мы встречаемся с Еврокомиссией буквально уже завтра вечером, и послезавтра проводим переговоры. И, конечно, ситуация вокруг Кипра, с учетом этих факторов, она будет обсуждаться весьма активно.